У этой технологии нет аналогов в мире, хотя проблема, которую она решает, поистине мирового масштаба. Ученые Самарского технического университета придумали способ утилизации вещества, внесенного в книгу рекордов Гиннеса, как самое зловонное на планете. Это адорант, который добавляют в природный газ. Чтобы голубое топливо получило свой характерный запах, достаточно всего 16 мг на кубометр. Но емкость из-под этого вещества, отслуживший свой срок, не могли отдать на переработку из-за остатков высокотоксичного дурнопахнущего вещества. И вот решение найдено. Для его эффективной утилизации, вот этой емкости и, собственно, непосредственно самого адоранта, его необходимо обезвредить. Для этого наша установка позволяет полностью промыть эту емкость, полностью дезактивировать оставшийся там адорант и полностью уничтожить остаточное отложение. Установка прошла испытания в лабораторных условиях и уже работает в тестовом режиме на одном из предприятий в Самарской области. Адорант смывают потоком озонцодержащего щелочного раствора, пока таким образом отмыли только одну емкость. На выходе получаются просто сточные воды. Минус этой технологии в том, что установка работает только в теплое время года. Плюс в том, что таким образом можно очистить всю отработанную тару, которой на свалках скопилось уже десятки тысяч. Это металлические резервуары, достаточно толстостенные, которые должны эксплуатироваться не более десяти лет. На данный момент установка позволяет обрабатывать несколько емкостей в неделю, так скажем, с учетом рабочих дней, рабочего времени. Ну и в принципе она позволит решить проблемы утилизации данных емкостей в регионе в течение нескольких лет. Впрочем, подобные установки окажутся востребованы и в других регионах страны. Подсчитано, что в случае разгерметизации одного такого баллона специфический запах Адаранта может накрыть миллионный город. Чтобы не допустить экологические катастрофы, решать проблему утилизации необходимо уже сейчас. Олег Зверев, Максим Гусев, События.